Привет, я Алена Терещенко, официальный визажист Арифлейм. И сейчас я научу вас, как правильно делать смокий айс. Смокий айс дословно переводится как дымчатые глаза. Для классических смокий айс нужны черные тени двух оттенков, темные и чуть-чуть посветлее. Но сегодня я расскажу, как сделать такой макияж, используя только один мягкий черный карандаш. Сначала карандашом нужно подвести глаза, затем рисуем форму. Теперь нужно все растушевать. Кстати, смокий айс – идеальный макияж для тех, кого беспокоит проблема нависающего века. Как говорится, бумага все стерпит. Самое сложное теперь – воплотить это на лице. На лицо модели уже нанесена тональная основа. Приступаем к глазам. Черным карандашом подвожу верхнее и нижнее века. Важно, чтобы не было светлых зазоров между ресницами, поэтому прокрашиваю карандашом межресничное пространство. Теперь растушевываем карандаш. Так как при растушевке черный превращается в серый, то на подвижное веко карандаш лучше нанести в два слоя. Я использую тушь, которая придаст объем и удлинит ресницы. На губы наношу светло-розовую помаду. Вот и все, смокий айс готовы. В этой технике можно использовать любые цвета. Для вечернего макияжа более темные и яркие. А если взять бежевые оттенки, то получится смокий нюд, которые можно носить и в повседневной жизни. Следите за новыми мастер-классами на официальной странице компании Арифлейм Россия на YouTube. Увидимся!